Гоукил Гоукил И ноунейм тоже пиздатый, и диктатор А Макс Кири? 1,2,4, Бенго Ну 4 самых пиздатых Как бы костяк Обосновался Передай привет Андрею из Плюс горелая жопа Рвать на бедах, чего ты как хуй Панч, фу Когда трек про зомби Бля, ребята, слушайте У нас кому интересно Релиз 140 bpm очень скоро Короче релиз 140 bpm очень скоро Вот на самом деле Буквально там числа 5-6 марта выйдет Я просто не, ну Не то что я там не могу вам спойлерить дату Я просто сам не знаю Вот А на самом деле Бля, чуваки Это охуенный микстейп Я уже его весь слышал Ну в плане то что я слышал просто треки Несведенные Вот И это просто пушка Реально чуваки А еще я короче Смотрел Я еще смотрел Клип, который мы тоже сняли Со всеми участниками Со 40 bpm И он тоже пиздатый Чуваки Все собачий замес закончился? Сколько Сколько поднял баблан с 40 bpm Пацаны Ноль Реально за идею За идею Давай панч в сугробки Давай кидай Стой, 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 стой Панч Так Чуваки, сейчас мы кидаем собаку в сугроб Отличное размеченье Панч 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 Иди сюда Не уходи, блять Петя Кингста Чел пишет на украинском Здорово, братик Тови пизда Год затусим Раз недалеко от меня живем О А Анна Каренина Близ официал Предлагает затусить Это не тот чел, который тебе хуй слушал Который ходит на бок и в реке Да Панч Пойдем с ним засоваться Панч С тобой в Москву можно? Ты выше или твоя девушка? Конечно я выше своей девушки Чуваки Какой батл в воскресенье выйдет и когда ждать в межсезонье? Чуваки, что за межсезонье? Что вы там все придумали? Но в плане батл выйдет в воскресенье нормальный такой Пиздатый Средне Статистический пиздатый Вот А о межсезонье? Ну не то что межсезонье, но следующие батлы и тусовки Панч 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 Иди сюда Куда побежал? Че за дела, бля? Он дрипп Будет весной туши Панч, иди сюда Не надо Панч, иди сюда Извините, пожалуйста Это просто панч Это щенок Да, ты можешь писаться на днях Анна Карельнина, блиц официал, мы с тобой затусим стопудово Пиши в директ Я думаю, что мы заугарим до того уровня, чтобы затусоваться Усики пропуск в трусики, но тебе не идёт собрей лучше Еблан Вот чувак именно ту фразу сказал Майти Ди, когда я его увидел последний раз А Майти Ди врать не станет Мои усики Это просто пушка Ты сейчас заказываешь? Да Я надеюсь, что тебе эта собака в рот носит Да бля, чувак, моя собака тебя увидит в рот выебет за эти слова, реально Чего в Москве четверг-то? Я даже с работы не уйду Да бля, чувак, сложно было организовать на выходных туз? Открывай Знаешь, мы бы организовали на выходных, но это бы случилось через вообще пиздец Через 2-3 месяца А вот так в четверг, чё в четверг нормально, в 7 часов вечера после работы Пойдёшь на концерт, там концерт пару часов длится Хули тебе реально баблом будет Потусуешься, в 9 часов уже будешь свободен Во сколько ты спать ложишься-то? Всё равно, что в ножку сходить Да, всё равно, что реально сходить после работы в кино или в кафе Потусуешься, поешь домой, как у неё страдает Вот, и короче, суть в том, что Панч, мы его даже особо не просили Он сам как-то научился, что когда мы приходим с прогулки Он просто заходит и сидит на ёбаном коврике И просто сидит и ждёт, блядь, пока ребята разуются там Зайдут в контакт, в инстаграм, запустят пару стримов А потом его вот так вот берут и несут И он реально хуй шелохнётся с места Кроме того эпизода, конечно Это Панч, да Кроме... Вот это Панч Лайн Да, вот это Панч Лайн, чуваки, вы поняли? На самом деле, много шуток уже было на этот счёт Насчёт моей собаки Но я не переставаю угорать над этим В плане того, что... Я когда ласкаю свою собачку, я говорю О-о-о-о... Хороший Панч Вы поняли, да, угар? Так, сейчас я раздену А чё ты не снимаешь? Да подожди, я снимаю себя Да... Пацаны, чё у вас Панч крутой? Микстейп будет опубликован в группе ВК Бля, чуваки, микстейп будет, сука Упубликован во всех цифровых площадках В том числе, конечно же Вконтакте, блядь В плане... Того, что... И в инстаграме будет И на iTunes будет И на Google Play Короче, Панчи моет вот так вот Ой, Панч А это кто? А это кто у нас? Панч! Вы, сука, видели, какой у меня собака? Так, чё там? Микстейп 4-го марта, я угадал? Ну почти Буквально там плюс-минус пару-тройку дней Чуваки, начало марта Понимаете, знаете, я просто не собираюсь сделать из этого тайну Я не собираюсь сделать из этого тайну В плане... В плане того, что... Это будет... Настолько скоро, насколько мы это скоро сделаем А микстейп уже полностью записан Все треки сданы Сейчас просто чуваки с Subox Music Company Сводят это дерьмо, короче Вот, там будет, получается восемь треков от участников и один лонг микс панч слушайся чуваки реально если вы еще думаете между кошкой и собакой просто посмотрите вот этот видос просто я могу отыскать кошку и показать насколько скучно на проводить свой будет в данный момент не когда кошка была маленькой я не спорю она была прям вообще пушкой но это шваль ебаная а давай пока покажем взаимодействие 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 чуваки ни хуё кстати он доминирует она попыталась еще обои подрать пока он за ней гонятся прикинь на какая блять насколько он себя много берет она реально выдумывает он мне вообще не сильно прикусывает она спала и он типа как обычно пытался ее поднять и она такая как лапой как одеялко закрывалась да бля ей просто не нравится беспокойство он ее не больно кусает это был боксерский прием эдик когда трек на песни из видоса на твоем профиле чуваки скоро на микстейпе 140 пм я про это все сказал когда он будет и там будет мой трек а еще у меня будет скоро очень много трек я уже придумал кучу трек очень много как минимум штуки три четыре пять и они будут прям вот хуярится эдик айкос воняет как будто ты нашукал по моему это пиздец какой то что панчо прям как тварь вяльник кингс то у них же лапки эдик в треке про зомби биток авторский но если интересно то да я его купил за сто долларов эдик ты крут эдик при рекламировать окна рекламируя твои треки тут никто не слышит никто ну да чувак я сам их не слышал я их просто записывал выкладывал даже не слушал бакинь настолько крутой панч клёвый привет ой еще вот блять давай анна каренина блять если у тебя кишка не тонка если у тебя ах ты сука блять чё у тебя реально чё тебе жалко что ли реально со мной поговорить в скайпе короче анна каренина уже второй раз айкос айкос воняет пердежом да воняет пердежом очень сильно пахнет на микстейпе на микстейпе много фитов или один большой в смысле чё вы имеете ввиду под фитами там просто чуваки со 140 бпм блять вы врубаетесь типа просто челы со 140 бпм от каждого по треку там у молдаван по-моему совместный ну и будут там всякие сюрпризы у некоторых челов есть на фитах типы но там ничего звездного там только для тех кто в курсе 140 бпм и около 140 бпм при кинтовке это я там про джекаджо диссераун диссераун ну не прошел же в группы так эзик планируешь ли ты вновь батлить без бита да с удовольствием только вот и нет площадок понимаете где бы можно было забатлить я бы забатлил на слово СПБ да вот где слово СПБ куда оно делать помните когда мы еще были молодыми детьми и мы батлили на 140 слов СПБ 140 слов СПБ не ну реально вы помните это я просто это помню как вчера а сейчас это уже такая хуйня как типа как крафтовая раритетная хуйня чуваки слово СПБ должно жить кто за это ставьте лайк что то я не вижу что лайки полетели прям в смысле даже ни одного лайка похуй я сам себе лайкну а я не умею лайкать а давай 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 тебе лайкайте давай лайк в меня летят сердечки в меня летят сердце ой давай команду а вы чего вы не знаете что моя собака умеет выполнить команду будет ли второй сезон что с проектом будет если ты про 140 гпм чувак а не про реббл просто у реббла будет второй сезон и у 140 гпм будет по любому так что вы не переживайте чуваки дайте небольшой перерыв ребятам мы так заебались да давай суслик суслик ой суслик лежать ням сидеть ням молодец а теперь пусть он даст лапу дай лапу нет тихо тихо подожди дай лапу ой какой ты молодец какой ты хороший какой ты хороший давай еще раз суслик 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 ой суслик делает какой молодец сука давай я на каренина если ты сука в этот раз блять сука проигнорируешь блять лежать молодец сидеть ой сидеть давай сидеть ой молодец анна каренина подключился молодец 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 марина анна каренина подключился суслик здрасте да а че я могу слышать звук то си марин здорова 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 си здорова ну так чё ты это Не, не, мы слышим, как Навальный Ну так чё, почему мы не пойдём на выборы 18 марта, расскажи мне Чё? Ну, чувак, это как-то такой себе аргумент Ты должен пояснить настолько, чтобы я убедился Хотя я, в принципе, убеждён За себя скажу, что я убеждён Что, блядь, я сенхуй Это всё хуйня Но, может, ты ещё объяснишь моим подписчикам? Блядь, чувак, ты можешь говорить громче? Я не иду на выборы, потому что нет Навального А-а-а, Навальный бог Слышь, Марин Ты понимаешь, что я базарю реально? Санна Блиц официально Ну и чё, чувак, чё ты расскажешь про то, как ты писал Гадости мне в директ А тебя что, обиделся ты? Да Мне вообще-то неприятно, чувак Тебе каждый день по сто раз пишут Да нихуя, мне пишут, вообще не пишут А если пишут, то только гадости И я просто каждый день захожу с утра И читаю всё это И потом, бац, смотрю Блядь, это же мой любимый чел В этой, в когте Беля Киви, блядь Я больше не буду Чувак Правильно? Не надо больше этого делать Я встал на путь истинный Ну ты же шутил просто, да? Ой, давай отмазывайся, что ты просто шутил А чё, к вам можно-то вписаться? Да, вписывайся, у нас тут весело Хорошо, я тебе напишу после эфира А ну не сегодня только Нет, сегодня не, на днях А где ты живёшь? На академической Ой, нихуя Я живу прямо на Бенуа, врубаешься? Сад, чувак О, шикарно Где роботы? Я знаю Я живу на роботах, чувак Я приду в футболке Юли Киви, твоя любимая Бля, чувак Это дресс-код Все будут Дресс-код? Дресс-код, чувак Все будут в футболке Юли Киви У нас такая тематическая вечеринка Чё, любишь Юли Киви? Ну да Вообще-то, если у меня какие-то проблемы с компьютером Я всегда пишу Юли Киви Типа, Юли Киви, как перестану на Интенду? Чё, когда будешь баттлить? С кем? С тобой, что ли? Или с плавником ебаным, блядь? Пойдём по баттлим На РБЛ? Да хоть где угодно Чувак Не дождёшься Сначала надо написать на меня диск, как плавник Да Да? Ну ладно, братан Напиши мне в директ Мы с тобой ещё увидимся сто пудово Реально Чё, хороший? Чё? Чё, я хороший чел? Ты? Я не знаю Ты просто всякую хуйню писал Я даже не знаю, хорошие челыни Надо мне верить Ну я постараюсь Я могу дать тебе второй шанс Поверь мне Довериться тебе Чувак, мы с тобой ещё увидимся Спасибо, что разбавил эту трансляцию скучную Эдик Эдик Да Эдик За твоё здоровье, Эдик За твоё здоровье Да, Марина, как боярин ёбаный Чувак, молоко? За твоё здоровье За твоё здоровье Братан Ну респект тебе Всё, я тебя закрываю Ебаню во всех соцсетях и страничках Так Удалить Из жизни Айна Каренина Официал Удалить просто И вырезать Нахуй Видели, да, его? Пиздел там чё-то про меня Это Росишка Тупо хейтер Здорово, парни Да бля Марин, ты опора кладёшь на диван Марин, ты выкинула? Ладно, чуваки Давайте ещё пару Актуальных тем Пару Остреньких Острый вопрос О, про Кизару Кто смотрел видос Где Кизару говорит, что Все русские Тупое Быдло И Кизару Умному челу Не о чем с ними разговаривать Кто видел такой видос? Просто я видел И я, если честно, в шоке Он сегодня на забой пиздел Ему пообещали очки сломать Кто пиздел? Ну, походу, это чел С Великим Кизару? Нет, ну очки Так они пизар уже очки Вот у чела Слушайте Вот на счё на Анна Каренина Близ официал Реально, блядь, не трогайте Пацана Это нормальный тип Ну, он просто угорает По-любому Он не серьёзно там На кого-то пиздит Я Кизару очень мунный Слышь, Анна Каренина Близ официал Я тебе отвечаю То, что вообще Я без обид Стопудово, чувак На районе Пересечёмся Я тебе отвечаю Потеплее будет Давай погуляем тут Тебе спросили Как альбом Смок Ты его не слушаешь Я не слушал Альбом Смоки Ни один из них, чуваки Мне не нравится Рэп Смоки Мне реально не нравится Ебаный тупой рэп Где чел просто читает Под бит Какую-то воду Вот так Как мне альбом Смоки Я просто Я, конечно, Угрубал Трэки Смоки Я его мошу Я буду Посмотреть Давай Я не знаю И мне что Про рэп Разговаривать Ой, мне нравится Мне нравится Федук Реально, ребята Вы будете Слушать про Федука Это же Неинтересно Это попса Всё Я закончил Блин На тебя смотрят Так много людей 47 человек Тебе впервые Дали рупор В толпу И ты говоришь Про Федука Это же просто быдло О, я могу говорить Кто мне нравится Тебе нравится Это 40 BPM Вот Мне больше всех нравится 40 BPM Никита No Name Всё Реально? Да, конечно Не шарит Понятное дело Что самый биздатый Это Бэйп Хантер Самый биздатый Из турнирки Это Бэйп Хантер И Дисурраунд И Набин Абат Обязательно Набин Абат Не, Дисурраунд Должен был взять Не знаю А какой могла Получиться турнирка Если бы там Дисурраунд Например был Ты думал об этом? И вообще Если бы там был Лёша Джейс Кто Ну Мы же могли И по-другому смиксовать И всё равно Получилось бы Пиздатый И Рома Раймер И Рома Раймер И Рома Раймер Да Мог там оказаться И Блядь Тем более Уж тогда Если мы сгорели Про Рому Раймер И Мэтт Сол Тогда мог Очутиться В этой турнирочке Слушай У меня вот Короче Круг на голове На лбу Он виднеется Да? Круг? Где? Вот это? Вот это в мяченьком А, ну Так вот Ты всегда её видел Вот видишь Вот видишь вот это? Ну Ты видел её Куда-нибудь До этого? У тебя всегда Я её видел Я короче В детстве Рассказывал всем Историю Про этот круг Что Что-то инопланетяне Тебе ставили ответ? Нет Я им сказал Что Типа Когда Младенец Рождается У него ещё Родничок Не зарос У него кости Некрепкие И они как пластилин И их можно мять Я когда родился Типа Кто-то мне тыкнул Прям вот В ебальник И сказал Типа Вот это пиздатый пацан Это тебе мама так сказала? Не Я сам это придумал И рассказывал всем Типа Это прям Пиздатый пацан И он Типа Так неосторожно Тыкнул Что он продавил И у меня Типа Так Срослось Вы видите Да У меня Кругнул Да Да Но она Типа Есть Это просто В меня тыкнули С рождения Я Это тебе Боженька Да Боженька Тыкнул В меня И сказал Блин Пиздатый пацан Так У нас еще есть Запросы На эти Номерок Оставишь? Да не Снова Не Братан Пиши В это В директ Мы реально С тобой Слоимся Я тебе Бля Без пизды Отвечаю Нахуй Но Без Номерка Особенно В трансляции После второго сезона Если бабки найдешь Да Люди думают Что ты реально Второй сезон Собираешь Да Я собираю деньги Чуваки Скидывайтесь Мне на карточку Мне нужны деньги На второй сезон Че ты несешь Какой лоб еще Бля Чувак Иди нахуй Реально Че Яблан Я все правильно Сказал Про свой лоб Я Юра А тебя как зовут А его зовут Юра Анос Меня зовут Эдик Коготь Попрошу руками Меня не трогать Привет Ахаха Нам нужен Сайфер с Мариной Чего я там делаю Я-то думал Что твоя девушка За вайбы топит Просто она Когда вайб Батлит за него Так горячо А ну просто Я фан база Людей У которых мало фан базы Вот Я все время выступаю Типа за людей У которых мало фан базы И я на их стороне Типа за них болею У меня тут спрашивают Какой самый лучший Панч на капе Я кстати хотел провести Может в паблике Это голосование Типа какой самый лучший Панчлайн За сезон Ну типа надо подытожить Твоя жопа Разорвано Эй 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 Твоя жопа Разорванна Антон Зипов Твоя жопа Разорвана Эй 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 Да Это самый панчлайн Как нолнейм Нарвать не питаю Блять Да О Ну чё там И такой Он там прям Он там Да Да Как вот Если бы сказал Регги Регги Кто Фpers Регги Хуесос Регги Хуесос все, ну-ну, отыграем лучше пранч пранч я не помню кого-то пародировал ебучие паратины впереди шкуя ну, блядь, это самые яркие а именно самые, знаете ну, такой панчлайн, который ты услышал и такой о, кстати, вот это реально панчлайн ну, типа, и по фактам, и смешно блядь, вот я сейчас сходу не скажу ну, вообще, вот первое, что мне в голову влезает я не знаю это так и должно быть, может быть, так и есть но, вот, первый пиздатый панчлайн который у меня возникает с капа это панчлайн вебхантера с полуфинала у вебхантера, если вы не помните блядь, твой полуфинал пижины дядя, пижины дядя пижины дядя, нет в плане полуфинала хуенный был вы помните полуфинал? ну, а где там панчлайн когда он сказал про футболку это охуенный панчлайн я считаю где он говорил, что если койсос там был написан на твою бочку нет типа, там был такой замес, что мы с Кадредом замутили ну, я, как бы, и тебе я тут именно всем рассказываю мы с Кадредом замутили эту коллаборацию типа одежду со 40 BPM кодред вот и протест на беременде бывшей соски это уже было до ноу-нэйма если чё, это не самый лучший панчлайн это типа вторичность три полоски да, это уже было это было у ВТАК да, там говорю, что в кондер-треке было короче, пацки слушайте ещё раз мою историю что, пацаны мой хуй принеси с камерой о, я знаю как лучше панчлайн типа если б твоя мама нет, плейблэк нет, плейблэк и раймин мои пиздеки нет? ну, это пизда это было уже смешно что не, ну, это это настолько типа тонко и для тех, кто знаешь блядь, даже не то, что в курсе типа как этого ну, 140 бпм того, что вообще эта тема существует а того, что вокруг этого короче, происходит да, и какие взаимоотношения у людей а я имею в виду такой панчлайн который более-менее был бы понятен всем так вот были футболки 140 бпм и молдаване там в один из разов, когда приезжали они типа нам всем говорят о, типа давайте вот на нашей футболке ну, не на нашей у них была не одна вообще у них была каждая своя типа, говорят вот на одной из наших давайте распишемся и мы все расписались то есть там оставили грубо говоря свои автографы а потом они ее стали продавать эту футболку через какое-то время и там они ее продали за 5 тысяч буквально вообще они ее быстро продали насколько я помню ну, и там в конфе полились угары у нас просто если мы не знали есть конфа типа вообще со всеми участниками где мы все прикалываемся и обсуждаем важные дела вот и, короче, это они типа начали продавать футболку мы все типа за ним заугарили ну, и как бы это забылось а потом вайпантер на баттле пиздато сказал типа вот там все это типа расписаются футболки вы ее продали там за 5 косарей а давай я распишусь на твоей жопе чтобы ты ее продал подороже и я думаю типа оу оу сука вот это панчлайн ну, реально типа без пизды это хороший панчлайн это было тоже я был никто теперь ты никто а это нет это диктатор читал Эрнесто типа ты был кем-то потому что у тебя нет фан-баз ты, чувак, ебанулся у меня есть оф паблик официальный клуб Этика Кингст вконтакте и там уже блядь 250 человек так что и там моя моя бабушка мой батя сидит да, там папа творчество да, все подписаны и еще пара друзей у меня и короче если вы думаете что у меня нет фанатов зайдите в этот паблик и напишите там вот эту свою мысль и попробуйте ее там разжевать в комментах реально я думаю, что вас просто мигом нахуй пошлют и это ТСП нет ТСП это говно ебанное ебать твоя бабушка тупая шлюха она не такая тупая тупая бля, ребят спасибо я тоже считаю что это охуенный панчлайн но мы сейчас разговариваем про сезон да про кап про турнир кап кубок кто лучше всего делала на вебинах тут все блядь привет говорила был охумникем стал охум на умнике мать знаешь что не в теме дохуй не панчлайн ой я как чате окатила моя мать чате окатила я как чате окатила моя мать чате окатила я как чате окатила надеваю балаклаву и кончаю тяму дила блядь когда второй сезон блядь мне так много кстати пишут про второй сезон и прием заявок и пишут да блядь в хелл батле вообще все личко засрана с этими заявками мне сегодня короче писали чуваки которые говорят это типа здравствуйте я хочу подать заявку на ваш турнир в вашем проекте я хотел бы участвовать любой ваш ответ и любая информация от вас нам очень важна как будто бы знаете как будто бы какая-то инстанция писала как фирма у них там группа как будто они здесь продюсеры а там просто сидит блядь и я открыл реально страницу там какой-то 14-летний хуй блядь я думаю да пидец ваша информация наша информация ну просто реально ребята я столько раз это повторял я не знаю мне что татуировку нахуярить вся на лбу и сделать шапку в группе типа что будет намного эффективнее татуировки красавчик маленький рыжий мужик респект друг привет из Краснодара маленький рыжий мужик Сусан короче хватит писать чуваки скоро будет ну не скоро реально не скоро по меркам современности там знаете два месяца это не очень скоро через пару месяцев будет прием заявок я вам бля буду блядь многие говорят бердас не горю что на второй сезон можно будет биты закидывать даже с моим ником правда можно будет скинуть чувак если ты пишешь пиздатые биты то можно даже было на этот сезон как бы залетить со своими битами а кто-нибудь залетал так что он скидал нам в личку и потом в итоге оказывался было такое подраздно ну да на почте Сергей Собок пишет пиздатые тулсы пиздатый чай пиздатый коттедж пиздатый чай нет Сергей Собок с Бахвалов не путай я просто не знаю как они подписаны в инстаграме Сергей Собок и Сергей Нафталанджи это разные вещи Сережа Николаев и Сергей Собок Сергей нижнее подчеркивание просто Собок ой Сергей Собок в Индии подскажет о чувак время переименовывать в Индии подскажет почему на РНБ не было молдаван этих с Алисбишкека страна если мы говорим про турниры так говори о нем чувак грамотно расставляет условия разговоры нас Алисбишк путает да Марина это вообще ты мой отец ну я же не посмотрел какой Никки просто слышал извините что будешь в первый сезон не я думаю чуваки второй сезон будет в другом клубе самому кто больше понравился диктатор Эрнесто слушайте честно я прям так однозначно не сказал бы если интересно кому то мнение вот с одной стороны там по напору ну типа потому что вообще собирался сделать диктатор да слышно что у него конечно очень круто там ну он реально талантливый тип вот и помимо всего опытный уже в этих вещах в баттлах подбиты в отличие от Эрнесто но в то же время Эрнесто как бы типа пришел на территорию вроде не его но бля он реально его можно сказать порвал в плане там подготовки он все сделал четко диктатор забывался а Эрнесто просто сделал все четко как и собирался вот и по моему мнению конечно в этом баттле именно в этом баттле поддержал точнее одержал победу Эрнесто Марина это гаечка мне очень часто говорят по жизни что похоже не дочка а это из незнанки не гайка это где чипы дейл и там была гаечка помнишь вообще чипы дейл приходится вопрос про ситуацию диктатором и фалином зайдите в youtube и наберите диктатор фалин все видео вам все покажет история уже старая дохуя да конечно там все правда сказано ребята верьте чуваки да врубить этот видос и просто как реально истину в последней инстанции ее воспримите как будто бы не то чтобы к вам сначала подошел диктатор рассказал эту историю потом подошел фалин потом подошел славик а просто типа вы как будто там стояли и смотрели со всех сторон на эту ситуацию из глаз каждого кто там находился и вы все это восприняли как единое целое и можете сказать что вы прав виноват вот так смотрите этот видос просто вот даже не знаю ой Марина не разводи сплетни конечно мы это не знаем потому что мы в этих ебаных сплетнях не это не барахтаемся я думаю вообще это интересно да нет как бы с одной стороны интересно но когда я про это начинаю рассказывать я такой нахуй так так сам с ним пожалуйста как относишься к рамзану Кадырову охуенно так надо отвечать на этот вопрос чтобы тебя не убили какая у тебя работа основная 140 bpm батл нет его работа начинает читать рэп убирать биты да слушать батлы да я вот сегодня короче мне скинули с последних батлов двух звук серега серега нафталанджи сабокс мюзик компани те самые чуваки которые хуя вот и я такой типа врубил эти батлы и просто мне надо было послушать два батла подряд ну чисто без видеозвуки я подумал я на работе я работаю и знаете это охуенная работа она корейный бит писал пишет привет вырезать домашнее да да чуваки я этим и промышляю а как ты относишься к тому что Эрнесто создал свои панчи на основе слух блять реально на чем он основывался когда создавал свои панчи он что не подумал эдик родной почему ты не спланировал пару диктатор в с шум ну как то так не получилось она бы могла получиться в полуфинале если бы ну не получилось так как получилось вы же знаете все плейблэк прошел в полуфинал у нас была брешь и в нее просочился плейблэк мы ее латали как могли но мы не успели плейблэк он просочился он реально протиснулся знаете как крыса типа я смотрел недавно передачу то что у крыс у них короче есть по всему телу идут ребра и эти ребра это ребра это реберная система блять вот так вот она идет вдоль всего позвоночника почти от головы до жопы и короче суть в том что в отличие от человека эти ребра могут сжиматься да то есть они более пластичные более хрящевидные кости и когда типа крысы почему они вообще везде протискиваются в трубах там они же вылезают прямо из унитаза они могут пролезть любую щель и вот у них вот так ребра стоят и они могут эти ребра вот настолько сжать настолько сильно сжать и вот пролезть понимаете и они пролезают и потом снова расширяются как бы и нет никакого вреда их организму потому что эта эволюция их сделала такими ну приспосабливаться к этим условиям где везде протискиваются поэтому блять вот так получилось так на 140 бпм кап ванус пролезть ванус надо было загубного вместо плэя брать что да не ну загубного дикция реально ничего непонятного у него все время было не понятно ха-ха плю-плю крыс не ничего такого не говорил я просто провел параллель молдова нахуе будет ли кроссовер с другими площадками да ответь бля схуяли молдова не въебали по мнению судей ветерин не вытащил да ромин заебись да не ну да рома залетел пиздато рома молодец да он молодец типа особенно если еще сравнивать с тем что было в гештальте то он просто красавчик вот но это все равно был батл гоукиллы и плэйблэка и не смотря на все эти вещи мне кажется что конечно да гоукилла победил но все равно рома победил джекаджи ну да типа если по ну если не смотреть на то кто танцует а именно начитку то да рома конечно читает круче джекаджи но там просто типа джекаджи молодец ваня молодец ваня вы видели эту хуйню только рома да это хуево делал ну да но это не важно реально не важно сколько раз ты хуево делал главное один раз делать пиздато правильно да чуваки или наоборот или реально наоборот наоборот тоже очень работает и сколько денег нужно дать чтобы попасть в суде за 40 киломен чувак миллиона хватит я точно говорю тилз и шиш хотел бы их позвать так и зови а что бы ты сказал на бенобата при встрече это типа как Путин но даже фотка с ним у меня есть фотка с ним бенобатом что я последний рассказал на бенобат когда я увидел я сказал типа пиздатое прическа у него был ракет лучше всех танцует тима вы че как тебе найти выход не знаю что это как тебе треки хоса слушал парочку мне показалось что неплохо ну реально мне показалось что типа что он макгет в треке но он как будто не популярен в треках как будто он не старается делать больше треков что за разборки фольген диктаторы ой чувак так выпьем с тобой молоко пишет Анна Каренина блиц официал братан мне кажется отдаляешь возможность с тобой затусываться да братан спокойно сядь выдохни затусуемся как относишься к тазару баттл охуенно я просто я отношусь к этому просто непосредственно лучше всех ты пританцовал когда я читал твою лобку тупая шлюха тупая шлюха тупая шлюха у меня в инстаграме ну если ты тыкнешь на мой профиль есть как бы гайд по дикции и там три основных как бы упражнения для дикции и там как бы видос шуточный но суть в том что реально все вот эти три упражнения которые я показал они реально работают и просто отмотай типа посмотри ну там короче на картинке я сижу с таким ебалом как медвежонок да как свинья вот и там короче все понятно объяснено но так вкратце просто скажу типа это читать с вещами во рту ну там да да с хуем или там ну вообще говорят лучше фундук да класть себе за щеки и пытаться читать и это это из фильма советского этот карнавал где муравьё выиграет и она типа читает покупки 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 и вот у неё целый рот забитый орехами фундуком короче да и суть в том что когда у тебя во рту что-то находится и ты пытаешься в то же время разговаривать чётко твой язык как-то так изворачивается что ну это же всё-таки мышца которую ты тренируешь и ты стараешься говорить чётче то есть и когда ты высовываешь эти фундуки из своего рта ты начинаешь замечать что реально как бы твой язык сам по себе уже стремится к тому чтобы говорить чётче и то есть ты вытащил а он реально начинает тиканить прям тиканить вот понимаете да и там ещё парочка упражнений есть упражнение что надо говорить какие-то слова очень громко и очень чётко да ну в плане знаете если привести пример вот я например пишу иногда треки и частенько такое бывает когда я пишу строку и она там типа по ритмике там всё пиздато там блять всё нахуярено но я не могу это выговорить и я короче типа начинаю это проговаривать и да давай пожалуй кстати да вот я начинаю это проговаривать и суть в том что это надо проговаривать очень медленно очень прям медленно и максимально чётко прям знаете утрировано чётко вот например просто возьмём фразу любую там кого-то пародировал ебучий буратино да и предположим что вот ты пишешь вот эту строчку и не можешь выговорить хотя на самом деле вот конкретно касается этой строчки я по своему опыту скажу что слова где преобладают буквы п-т-и-р их ну больше всего там максимально легко произнести именно их потому что это самые такие чёткие согласные звуки они прям такие то есть они ну они короче создают как раз вот этот эффект фастфлоу именно долбящести ну просто вот типа смотрите короче как делать это упражнение как там кого-то пародировал ебучий буратино если ты не можешь если ты вместо этого произносишь там кого-то пародировал ебучий буратино то ты просто берёшь и вот так медленно произносишь кого-то пародировал ебучий буратино кого-то кого-то пародировал понимаете в холодильнике каждый звук, каждую согласную, именно каждую согласную надо произнести четко, когда вы отрабатываете эту хуйню. И потом вы заметите, что именно вот эту фразу вы реально начали пиздато произносить. Это точно работает. И причем это, знаете, работает в пределах упражнения 10 минут. 10 минут в день достаточно такой хуйней заниматься, чтобы развить свою дикцию. И последнее упражнение, к которому я прибегал ну меньше всего, но все-таки оно реально существует и оно действительно работает это разговаривать с закрытым ртом. То есть разговаривать вот это. Закрытый рот. Я говорю, разговаривать. Пытается говорить так, что не отходим. Вот. Такая вот хуйня. И это тоже работает. Еще говорят, ну самая распространенная хуйня среди людей это то, что надо типа скороговорки читать. Вот я, честное слово, никогда не пробовал, ничего про это сказать не могу. Вот реально, никогда в жизни. Ты не знаешь ни одного скороговорки? Нет, я знаю скороговорки. И я их я их проходил постольку-поскольку, как проходили их все. Типа в школе, знаешь, там шла Саша по шоссе и сосала сушку. Ну это не помню. Там, лошадка, пам-то, и по пополшке. В смысле, у нас все время в школе говорили, шла Саша по шоссе и сосала сушку. Ну Саша по шоссе, это попса, типа, который, знаешь, вот у меня в школе ее в сторону обходили, потому что я слишком... Короче, она там что-то говорит про то, как они стороной что-то в школе проходили. У меня была риторика в школе предметы делить. Ебать, у меня тоже была риторика. Блядь. И у меня был учебник по риторике. У меня был учебник... Сколько у тебя было риторики? Один год, в четвертом классе. У меня было девять классов, я сдавала экзамен по риторике, выкуси. Ебать, она изучала псевдонауку и выебывается этим. Короче, просто скороговорки все говорят. О, попробую скороговорки. Я никогда не пробовал, но среди рэперов часто говорят. А то, что говорят обычные люди, которые не читают рэп и что-то там просто скороговорки. Знаете, эти обычные люди, которые не читают рэп, это серая биомасса, которая не читает рэп... Да ебаный рот, я же прикалываюсь, Марина. Я же реально прикалывался. Ну ты как голбоебный выглядишь. Да нихуя, ты сейчас выглядишь как голбоебка, что ты не поняла сарказа. Нет, Эдик, ты выглядишь как быдло, которое говорит вот типа нахуй все. нахуй всех, нахуй всех. Друзья, завелся я в долбоебку? Извиняйся быстро. Извини, панчлайн, за то, что тебе приходится находиться в комнате с этой долбоебкой. Извиняйся быстро. Извини, Эдик, за то, что ты находишься в комнате с этой долбоебкой. Да тихо, блядь. Извиняйся быстро. Ладно, Марина, прости, пожалуйста. Ну, Лена, прости, пожалуйста. так эдик это пшик они люди ахаха кива стреляет кива хай молдова нахуя о гулки вычета здесь пишет значит молдавские сучки пишите в 9 он пишет да пацаны я пропустил так-то сотни комментов если так пролистать о все пишут сердечки как мило ребят на самом деле это все хуйня это просто типа игра игра на людях мы скоро расстанемся поэтому спокойно девчонки скидывайте сиськи в директ оба лбиск бежит можете посадаться на камеру чувак мы можем все я могу посадаться с тобой на камеру мне кажется что вот оба биск может сделать все на камеру если просто ему сказать что это смешно и угарный чуваки я завел себе усы да смотрите знаете что я завел их давно я просто знаю что через год все будет ходить с усами и когда я буду ходить с усами на меня усмотреться на модного хуесоса а на самом деле знаете что с меня это началось ой эдик все слезал с олега лсп у него в новом клипе есть усы эдик байтер я еще не смотрел олега лсп клип на велосклины и там у него усы знаете что я их раньше себе придумал блять реально блять олег лсп попытался просто посигнуть нахуй на мой стайлак типа ой бать я с усами пускай все подумают что я такой типа олег лсп блять так нихуя чувак ёпта я уж давно с усами гоняю блять так что ничего необычного в тебе нет нахуй серая пустышка потому что свет падает ну ты типа какой-то более круглой лиц и и миловидный человек и вам заплевать как я не верю такой со сами начал эрик слова запустили проект и смотрит баттл рассмотреть свои первые под а да мы смотрели с этим сидим и капрану да не ну блять я смотрел типа я не хочу смотреть свой баттл с фанином там же реально скукотище да блять лучше бы завели проект типа где рэпер смотрит свой второй баттл и у меня просто есть второй баттл в домашнем мне кажется он вот до сих пор мне кажется самый панчевый из всех моих баттлов так они первый баттл сюда не один смотрят не первые смотрят видосы не один мне казалось только один слушай я смотрел шума там они смотрят где он отвечал этому свану или кому-то там из толку не помнишь еще нет этому блять отриксу отриксу да а я смотрел зоник видом он там смотрел супер баттл это был полный это был эдик ты как рэнди марш из соус парпа кто такой рэнди марш папа чей-то чувак это это гулкил написал чувак блять рэнди марш ну я нет стой дай мне договорить вот я короче смотрел саус а где рэнди марш да саус парк я смотрел только из-за двух людей из-за эрика карта на из-за рэнди марш это чел усатый черненький папа да да папа стена папа стена он географ блять или геолог там короче они были ведьмами они там все под наркотик он столько хуйней страдал типа вообще рэнди марш реально это ахуенный персонаж но чуваки если тут сейчас не появится смешных комментов то я должен буду это вырубить и вы знаете правила игры гакела в до гов дота вот это уже интересно кило лучший неё бро неё ты поняла когда отбор на втором сезоне усы топни пиздеть покажи марину мне нравится когда ты сидел там и сверху снимал вот не сверху это когда ты снизу снимаешь вторые подбородки наши это не домино может вебать шума на битах я думаю нет шум чемпион первые в россии турнирки на битах да по флёу шум чемпион по флёу заслуженные так что я думаю что никто не может развивать его на битах про килограмм где по моему в другом городе из сезоне будет на 40 блядь они заебали смешной клиент респект за усы она корень на блиц официал уже думал кого на второй сезон взять так мне даже ни одной заявки не прислали чуваки да где заявки скидывайте заявки но вот я бы взял я уже про это говорил но мне постоянно девочка мальгрит ну хватит ну хватит про яссу до моего но я просто понимаете я вот не могу когда я слышу исла на батле они посмотрели в другом глаза это была искра буря безумие все эдик больше не можете увидеть каждый ивент слава кпсс пищи шуму дядя да оксимирон самый топовый рэпер чего столпы на сезон да чего столпы самый лучший рэпер на планете лучшим оксимирон это уж точно просто знаете оксимирон это прям ну прям дресня бля знаете типа прям говно на понимаете оксимирон как бы ну уже давно говно но типа только сейчас это начало заходить до людей и он еще выпустил несколько треков и все таки типа удачет хуйня какая-то ну типа оксимирон уже может лучше так вот я вам так говорю вы просто сейчас подождите вот чуть-чуть подождите оксимирон выпустит еще один хуёвый трек в смысле он выпустит один трек еще один трек он будет хуёвый и тогда все скажут так блять оксимирон так это же хуйня блять какая-то значит вот так что задумайтесь и скриньте скриньте эту хуйню потому что я я на полном серьезе говорю оксимирон просто реальное говно блять у него было пиздато но он блять продал душу дьявола походу и изгнил он же будет играть дьявола в каком-то спектакле да да надеюсь он по сюжету там делает всякие вещи которые его унизят ну типа сосет хуй или читает свой рэп так оксимирон черт пишет он лохом проебал на 140 нихуя подобно окси заебошет еще да как имена за хуярит у меня новый альбом пиздатый да чуваки ахуен как у ноэза эмси тоже такой ахуенный альбом слить так и чурки это ко всем приходит сначала было становление а потом был спад нет мы пьем грузинское вино это гранатовое вино зачитал как перерезал 16 строках 16 язвы это ход конё на молдавском флексе ты чё не помнишь это типа это настоящий трек да это не battle а именно проект здрасьте как рэйми на нвс гоукил организует батон зачем зачем горели кека какой забой на стриме эдика этом сал антилой мы эти ди охуенный я всегда говорил мать иди лучше батл рейпер лучше чем оксимирон это уж точно потому что просто оксимирон но это реальное говно за бы извини я хочу быть как рэймин рэймин красиво летел же кажусь сумерен флоу бьет все теплый этих со сморой на компот опьянеет респект за бэна я его выебу я обернул хуями а чё чё забрят почему прозову прошло эй сучка где моей бабки мой хорош но хочет новые тапки блять да это типа каждый день каждый день чё там я нюхаю коку на новеньком гаджете блять у меня все время то в голове играется ладно эти когда хоть маленькийiani хороший вечер а попробовал начинаетсяが в нем он демон у тебя респект киловая цисла будет хуена дедать чувак чтобы если еще раз вы это все равно что втыкать нож в труп реально так шуэ эконом commerce sweet broke как тебе ремикс лсп на трек бэйби я не знаю реально как мне новый трек Кезару ты еще спросила как тебе новый трек Аллы Пугачевой не просто если бы мне спросили как новый сниппет лизера я бы тут же ответил потому что я в этой теме подкован ой ребята я подкован раунды Дениса чувак блядь иди нахуй забахли бы против Марины прямо сейчас если ты меня не любишь значит я умру если ты меня забудешь то я умру я умру это типа трек лизера ну ладно ребята у нас осталось 23 секунды на этот стрим я думаю что я не буду его продолжать потому что он зашел в логический тупик еще где-то полчаса назад я хотел сказать спасибо вам и Ане Корейне Неблице то что он зашел в логический тупик